Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Сепарирование сусла. Исследования по использованию сепараторов в пивоварении проводили ещё перед первой мировой войной. Небольшая мощность первоначальных сепараторов относительно большое потребление электроэнергии и также возможное недоверие к этому процессу стали причиной того, что применение центрифуг в пивоварении не распространилось. Только спустя многие годы сепараторы начали использовать для этого процесса. Давайте вспомним, что же такое центрифугирование сепарирования. В центрифугах муть под действием центробежной силы отделяется намного быстрее, чем при седиментации на тарелках. Центробежное ускорение зависит от частоты вращения и конструкции центрифуги и сепаратора. И в 6000-10000 раз больше, чем гравитационное ускорение. Я вам напомню, что по оборудованию для осаждения у нас есть две практически часовые лекции отдельно по отстойникам и центрифугам и отдельная лекция по сепараторам и циклонам. Я помещу ссылку на эти видео лекции в описании, чтобы нам не останавливаться на самом процессе, а рассмотреть конструкцию оборудования, которые используются в пивоварении. И сейчас рассмотрим осветление сусла в сепараторе. Пивное сусло хорошо осветляется в центробежном сепараторе. Я сейчас демонстрирую схему одного из таких сепараторов, конструкцию которого мы рассмотрим далее. Более подробно, как я уже говорил, сепараторы мы рассматривали в отдельном видео. Перейдите по ссылке в описании и посмотрите, если вам нужна какая-то дополнительная информация о физических основах работы сепараторов. При использовании сепаратора ускоряется процесс осветления сусла, сокращаются потери экстракта с отстоем, исключается использование отстойных аппаратов и пресса для извлечения сусла из отстоя. Обеспечивается стерильность процесса и хорошая прозрачность. Для осветления пивного сусла применяют сепараторы, барабаны которых снабжены коническими тарелками. Эти сепараторы сконструированы саморазгружающимися с автоматической пульсирующей центробежной выгрузкой осадка без остановки барабана. На схеме показан полузакрытый тарельчатый сепаратор с пульсирующей выгрузкой осадка. А – это барабан сепаратора в разрезе. А – б – общий вид сепаратора. Суспензия сусла обрабатываемая в барабане 2 под действием центробежной силы освобождается от взвешенных частиц осадка и выводится из сепаратора по трубе 1. Осадок постепенно накапливается в грязевом пространстве 3 и под действием центробежной силы оказывает давление на крышку барабана и подвижное до 7, которая плотно поджата к уплотняющему кольцу 4 вспомогательной жидкостью – водой. Вода подается из бачка 11, по трубе 12, в полость 5 и поддерживает подвижное до 7 в верхнем положении. Когда грязевое пространство 3 заполняется осадком, приток суспензии в барабан автоматически прекращается. В барабан подается промывная вода, которая вытесняет из него остаток суспензии. Затем подача вспомогательной жидкости в полость 5 автоматически прекращается. В то же время эта жидкость по трубке 9 нагнетается в канал 8 и открывает клапан 6. Вспомогательная жидкость из полости 5 центробежной силой выбрасывается через клапан 6 наружу, а подвижное дно 7 опускается вниз. Через образовавшуюся кольцевую щель между прокладкой 4 и подвижным дном 7 осадок из грязевого пространства 3 вместе с промывной водой мгновенно выбрасывается из барабана. После очистки барабана вспомогательная жидкость снова подается по трубе 10 в полость 5, но не проходит в канал 8. Вследствие этого клапан 6 поднимается и перекрывает выход из полости 5. Подвижное дно 7 давлением вспомогательной жидкости поднимается и перекрывает кольцевую щель. Затем открывается доступ к осветляемой суспензии в барабан. Все эти операции в строгой последовательности во времени выполняются программным устройством. Изготавливают также сепараторы в полузакрытом исполнении. Осветляемая суспензия подается в сепаратор под атмосферным давлением, а осветленная жидкость выводится при избыточном давлении. Вы посмотрели видео, посвященное осветлению сусла. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления. Все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно. Если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.